Вы знаете, действительно, мусор это большая проблема. Но помимо этого, вы должны думать, что у нас ведь не только... Вот сейчас эти все обложения идут на мусор. Конечно, это все зависит от нас. И этот мусор, и все это зависит от нас. Ведь каждый из нас, каждый из нас, правильно было сказано, имеет и детей, и внуков, и всех остальных. И если я не кидаю бумажки, или кто-то другой не кидает бумажки, то их кинет кто-то рядом, знакомый. Поэтому далеко ходить мне, вот, например, не надо. Я живу в частном секторе, в центре города, в частном секторе свой дом. И стараешься прибрать этот дом так, чтобы... Я не знаю, у меня у дома даже зимой, наверное, самолет может садиться. Но одновременно с этим, одновременно с этим. Рядом дом не пройдет, даже тропочку не проделают. От кого зависит? Да только от нас. Насколько мы с вами можем сделать? Насколько мы с вами можем сделать? Говорили о том, чтобы поставить контейнер. Я раз попробовала поставить урну, ведро, ведро и сделала все. Утром, когда я встала, у меня были вот такие вот глаза, что куда это все сейчас вытянуть? Куда это убрать? То, что можно, зажгла. То, что нельзя, опять ходила и искала, куда это выкинуть. И тут же это ведро убрала. Что непонятно, действительно. Но одновременно с этим мы должны подумать о том, что... Ведь каждый из нас заботится о своем городе. Мы живем в этом городе. Живем в этом городе. Давайте будем думать. Правильно, давайте выберем вот этих... Как говорится, поулично кого-то, да. Соберем несколько улиц. Но есть улицы, где живут одни пожилые люди. Одни пожилые люди. Но кто-то активный есть. Вот я, извините, вот у нас на улице, вот в квартале, активно я одна. Честно слово. А другие все пенсионеры. Все пенсионеры, и я пенсионер. Но они все, как говорится, больные. Все все... Но здесь же есть дети, внуки. А дети, внуки живут и на другом месте. И они тоже так что-то будут делать. Вот поставить контейнеры, поставить контейнер, казалось бы, хорошо. И нужно. Но контейнеры надо ставить так, чтобы сделать им площадку. Вот в Кирове стоят контейнеры. Площадка сделана, стоят 3-4 контейнера. Но не каждый, не в день по 4 раза, конечно, там ездит машина. Два раза в неделю приезжает, и все увозит. Вот я по своим детям в Кирове, например, служу. Им нужно было сделать площадку для машин. Поставить машину. Весь двор в машинах. Так же, как на Ленина 28. Весь двор в машинах. Рядом, рядом. Такой бардак. Трава вот такая вот. Никто пройти не может. Тропочка вот такую протоптана. И гонит по ней, тебя не видно там. Да? А почему? Почему не собраться? Эту траву не убрать? Не скинуться? И не сделать тут стоятку для машин? Почему не сделать? Можно это сделать? Можно. От кого зависит? Да, от нас с вами это зависит. От людей, живущих в этих домах. Ну и помимо всего этого хочется сказать. Мы все сейчас вот говорим о самообложении, там о том и другом. У меня есть такое предложение, правда оно не мое предложение, а предложение уже вот товарищей, которые мне вот целую бумажку вот тут руки сунули, что вот предложение, да? Я уже отсюда беру. И верно, наверное, мы строим дома, строим там какие-то организации. Вот у нас построен Хлынов банк. Построили красивое здание. Рядом сделали тротуар. Но он вот такой вот узкий, да? А дальше рядом уже не пройти. Почему когда принимали, не сделали эту дорожку, два раза шире. И люди идут не по тротуару, а идут по грязному месту, потому что поедут на этот тротуар, чтобы ступить, надо вот такую высоту поднять ноги. Да не могут, смотрите, поднимать такие ноги так высоко, да? Почему этим организациям мне предложить? Да вы-то около своих домов. Вот сейчас, смотрю, около магнита засыпают все граммиком. Около магнита, да? Засыпают, еще куча есть. Так, иду и смотрю, и думаю, тут яма, тут яма, тут яма. А рядом куча граммия. А это уже разравнило все. И даже если они сейчас заасфальтируют, значит, ямы останутся. Так давайте делать. Организациям-то тоже попросим. Ведь они тоже живут в этом нашем городе. Попросим их, что давайте хоть им-то что-то, они около, какие-то территории выделим этим организациям. Выделим этим организациям территорий. И пускай они приберут эти территории и следят за ними. Не только два раза в году. Тогда, когда их будут проверять. А чтобы отчитывались эти организации, что вот эта территория есть, выделена. Так она чистая территория. Чистая территория. И поэтому нам, конечно, нужно вот каждый думать только о себе. Вернее, думать обо всем в городе. А не только о себе. Не только о себе. Ведь, посмотрите, вот я люблю ходить в лес. Но так в него страшно ходить. Потому что зайдешь, там одни свалки. Одни свалки. А что делать за домами на новой улице там? А там, наверное, больше никогда ничего не будет расти. Там скоро все погибнет, что и росло. Даже грибы уже не растут. Все. И трава сдохла. И там сдохла. И уже ни ягод, ничего нет. Хотя люди ходили туда за ягодами. Все. Они все за свой забор. Выкинули туда. А это не мое. Так вот у меня сосед. Как-то раз стою, смотрю, кто идет сосед. Рядышком. Смотрю, поворачиваю к моему двору. К ограде. Думаю, что он там поделал? И обратно пошел. Я это выскочила и за ним, куда он ходил. Смотрю, тропочка. А у меня там кучка троп была. И он там бутылки, вот эти пузырьки складывает, ходит мне. Я его остановила. Крикнула ему. Ты вернись, Володя. Ты забери эти пузырьки свои. Ты что делаешь? А я от себя мусор отгреваю. Если каждый из нас будет так отгревать, так конечно. Извините, из одного кармана в другой перекладываю. Давайте будем думать, что не только вот я не мусорю и не надо ничего. А сколько делал действительно городу? Хорошо сделали. И Арбат сделали. Все хорошо. Только мы предложили Арбату, перекрылись с двух сторон, чтобы машинка не ездили. Да, чтобы машинка не заезжали ни в какое время. Это Арбат. Вот, и поэтому по референдуму нам нужно обязательно, нужно обязательно вот дворовое выбрать, не дворовое эти вот по улицам, да, и решать эти вопросы. Улица не подтянет, сектора должны быть. Ну, сектора, да, несколько человек, чтобы создали, и чтобы они поименно вот посмотрели, что им нужно. Что им нужно. И тогда вот они будут решать, сколько выделить на мусор, сколько выделить туда, сколько выделить на дорогу, а может и на освещение. А поскольку собирают по 200 рублей, ничего никто не сделает. Ну, как не сделают? Несчастные 200 рублей за год. Калькуляция нужна. Данные нужны. Знаете, Статья Михайловна, я... Да, каждый собранный рубль. Понимаете, вот у нас, сейчас мы часто говорим, вот, там 200 рублей, 300 рублей, ну, я знаю, ваше предложение чуть ли не по тысяче, но, это же с ума сойти. Ну, что вы, откуда, откуда люди, получающие, там, пенсию 5-6 тысяч, откуда они возьмут эту тысячу? Вот, сказала, что по тысяче надо снять. Нереально это, Таня. Это нереально. Это нереально. Ну, это же считать просто, реально считать и соразмерять возможностями. Так от канаря тоже цифру брать нельзя. Так что давайте вот так вот, давайте попробуем так. И именно вот эта инициативная группа, чтобы выбрать инициативную группу, которая будет отвечать за это все, за эти денежки, чтобы эти денежки поступали в городах, знали, куда их разделили. Это идет на мусор, это идет на то, это на другое. И тогда люди, которые будут в этой инициативной группе и будут, вот, с каких-то там территорий, да, чтобы они действительно могли сказать, ага, вот мы столько заплатили за мусор, а вот это мы оставим. Вот эту же дорогу засыпать. Эту же дорогу засыпать. Ну, вот, так что, а так, действительно. Есть людей, которые будут что-то предлагать и будут помогать, а не так, чтобы просто сидеть и осуждать. Ты неправда. Чтобы осудить человека, нужно предложить свое решение. А мы привыкли обсуждать, только обсуждать привыкли. Вот у нас, вот что говорить, мы пенсионеры, вот как, я не знаю, где только можем, мы идем помогать. Нет, нет, я не вру, правду говорю. По городу вешаем объявление, субботник, придите, помогите. Туда, туда, туда. Ходит нас делать все это 15 человек.